Уже несколько лет в России и Вологодской области проводится административная реформа, важным элементом которой является повышение качества оказания услуг гражданам, повышение комфорта, доступности. И элементами этой работы является перевод оказания услуг в электронный вид и оказание услуг посредством многофункциональных центров. Первый многофункциональный центр Вологодской области мы открыли ровно 5 лет назад, 25 июня 2010 года. В последующие три года мы открыли еще в шести муниципалитетах МФЦ и в прошлом году мы резко ускорились и были открыты 10 МФЦ в муниципалитетах Вологодской области. Тем самым мы практически больше 70% Вологодской области дали возможность получать услуги в многофункциональных центрах. Вот ближайшие два месяца мы заканчиваем работу по открытию МФЦ в Вологодской области. Во всех муниципальных районах будут работать МФЦ. Следующий этап это открытие уже окон в тех населенных пунктах, в тех муниципалитетах численных жителей, в которых превышает 1000 человек. То есть не только в райцентрах будут МФЦ, но и удаленные рабочие места, удаленные окна в тех муниципалитетах, где количество жителей больше 1000 человек. Тем самым мы приближаем оказание услуг, по сути мы начинаем оказывать услуги Вологжанам на диване. То есть жители, выходя из своего дома, не уходя далеко от своего дома, смогут получить услуги государственные, муниципальные, те, которых они востребованы. Но для чего это делается? Я сказал повышение качества и доступности. Смотрите цифры. Если у нас степень удовлетворенности жителей оказания услуг в органах власти не превышает 60%, то качеством оказания услуг в МФЦ довольно более 95% в Вологжан. У нас весной прошло в Министерстве экономического развития семинар совещания всероссийский по работе МФЦ. И вот Вологодская область была заявлена, что вошла в тройку субъектов Российской Федерации по качеству оказания государственных услуг в МФЦ. Мы вошли в десятку по темпам развития сети МФЦ в Российской Федерации. Это очень хорошие показатели, мы будем стараться их придерживаться. Несколько цифр еще. В прошлом году более 400 тысяч Вологжан обратилось за услугами в МФЦ. Уже в первом квартале этого года более 117 тысяч. Идет рост. Вологжане поняли, что в МФЦ удобно, комфортно, доступно получить те 174 услуги, которые на данный момент оказываются. Идет рост оказания услуг. Оказываем более 30 федеральных услуг, 43 муниципальных и 74 региональных услуги. Что нас ждет впереди? Мы будем переходить, выводить новинки, ну такие как, например, принцип экстерриториальности оказания услуг. То есть в Вологжане, неважно в каком районе он находится, в каком муниципалитете, он может прийти в МФЦ, который находится на территории этого населенного пункта, и получить услугу, которая необходима для, которая может быть, орган власти находится в другом муниципалитете. Это раз. Ну и мы переходим на оказание услуг по принципу жизненной ситуации. Родился ребенок, сейчас гражданину нужно пробежать много-много органов власти для того, чтобы получить все те документы, которые для этого нужно зарегистрировать ребенка. Сейчас мы переходим к тому, чтобы гражданин, обратившись в МФЦ, один раз написав заявление, получил полный пакет документов, связанных с рождением ребенка. И вот таких услуг уже у нас, жизненных ситуаций уже 9, и количество их будет расти. Вся эта работа не случайно и очень важна, это показывает и удовлетворенность населения, но прежде всего нам важно здесь еще один элемент реализовать. Мы должны, прежде всего, конечно же, повысить качество оказания услуг, облегчить, сделать доступными эти услуги для граждан. Это главная задача. Но есть еще один элемент, антикоррупционная деятельность. Мы отрываем чиновника от заявителя, вводя МФЦ, тем самым, в общем-то, боремся с одной из главных бед России. И эта работа тоже дает свои годы. Многофункциональный центр Вологодского муниципального района был создан в 2012 году и стал третьим на территории области учреждением нового типа. Наш центр предоставляет государственные и муниципальные услуги в 19 окнах головного офиса. Там все помещения соответствуют единому стилю, фирменному стилю «Мои документы», а также обеспечивается комфортность предоставления услуг для заявителей. Всего мы оказываем порядка 107 государственных услуг и 12 муниципальных услуг, особенно популярных у граждан. Это Росреест, Пенсионный фонд, Налоговая служба, Миграционная служба, ну и, конечно же, Департамент социальной защиты населения области и многие-многие другие. Перечень услуг постоянно расширяется. К тому же на сегодняшний день в Вологодском муниципальном районе функционируют 14 окон обслуживания в территориально обособленных структурных подразделениях, учреждениях, сельских поселениях района. Это позволяет в первую очередь достигнуть территориальной доступности государственных услуг. Ведь теперь гражданам не обязательно ехать за услугами в город Вологду. Все услуги, сдать пакет документов и получить готовый результат они могут по месту жительства. Кроме обеспечения законодательства, требований законодательства, наш центр реализует инновационные проекты. Так, например, услуга «Паспорт гражданина Российской Федерации за час» впервые была реализована именно на базе многофункционального центра Вологодского муниципального района. Благодаря данной услуге, что именно актуально для сельских жителей, жителей района, они могут получить паспорт гражданина Российской Федерации в кратчайшие сроки. Мы стараемся в своей работе максимально обеспечить комфортность предоставления государственных услуг. С 1 июля мы открываем еще три дополнительных территориально обособленных структурных подразделения. Будут открыты дополнительные окна в Семенковском сельском поселении, в очень крупном подлесном сельском поселении, а также в Майском сельском поселении. Это будут дополнительные окна. К тому же, на сегодняшний день, я хочу отметить, что помимо стационарных пунктов приема, мы еще осуществляем прием граждан и мобильным офисом. То есть, есть такие населенные пункты, которые наиболее удалены от центральных усадеб, труднодоступные, есть такое понятие социально ориентированные населенные пункты. Туда обязательно приезжает наш мобильный офис и оказываем услуги населению также по месту их жительства. В дальнейших наших планах, кроме развития сети, расширения сети пунктов приема граждан офисами мои документы, мы в первую очередь стремимся расширять перечень услуг, а также максимально, как я уже сказала, обеспечить комфортность условий оказания услуг. Комфортность, доступность – это главные наши критерии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова